Новый формат СООН презентован недавно и время финтех сегодня в гостях в столичном центре. С вами Асим Нургалиева. Здравствуйте! На сегодняшний день Казахстан по уровню цифровизации и диджитализации занимает 28 место среди 193 стран, входящих в мониторинг ООН. Среди стран СНГ занимает лидирующее место. Более 90% госуслуг в нашей стране предоставляются в электронном формате. Таким образом, Казахстан входит в 30-ку самых оцифрованных государств мира. Одним из важных решений в развитии цифровизации в нашей стране стало создание цифровых офисов населения. В прошлом году было открыто 14 новых цифровых офисов населения. За прошедший год среди населения самыми популярными топ-5 услугами являлись получение ЭЦП, паспорта и удостоверение личности, выдача водительского удостоверения, регистрация по месту жительства, регистрация транспорта. Одним из важных решений в развитии цифровизации в нашей стране стало создание цифровых офисов населения. Основная уникальность цифровых цонов – это зона погружения, видеокабинки, зона контакта. Например, в зоне погружения посетители могут без помощи оператора самостоятельно получить любой необходимый им документ. Таким образом, сотрудники обучают клиентов цифровой грамотности. В зоне погружения услуга получателей без помощи оператора самостоятельно могут получить услуги посредством приложения EGOF Mobile. Сегодня у нас в гостях заместитель председателя государственной корпорации правительства для граждан Канады Беспаев. Здравствуйте, Канад. Здравствуйте, Семь. Расскажите, пожалуйста, что за последнее время, да за это время изменилось? С момента объединения четырех государственных предприятий, таких как Центр земельного кадастра, Центр недвижимости, Центр социальных выплат и Центр обслуживания населения, поменялся процесс предоставления государственных услуг. Ранее государственные услуги предоставлялись фронт-офисами, точнее, принимали заявления на бумажном, направляли в госорган и предоставляли услугополучателю уже конечный результат документов. Но с момента становления госкорпорации, создания госкорпорации, наши специалисты начали данные заявки сами обрабатывать. В связи с этим госкорпорация начала трансформировать свои внутренние бизнес-процессы, а также внешние. То есть, внешние это взаимодействие с системами государственными органами и базами данных, и также оптимизация государственных услуг. На сегодняшний день в реестре государственных услуг доступно 1315 государственных услуг, из них 1233 услуги предоставляются госкорпорациям. Из них 344 услуг предоставляются именно операторами ЦОН. Если смотреть 344 услуг, то из них 37 услуг оказываются в бумажном. Оставшиеся 307 услуг предоставляются альтернативно через портал электронного правительства, либо через проактивные услуги. Да, на сегодняшний день действительно люди приходят в ЦОН для получения таких услуг, как в бумажном виде. Точнее, тут явка нужна обязательная услуга получателя, предоставление оригиналов документов, а также живая подпись, что данную услугу он получал. Да, есть много электронных услуг, которые выведены посредством электронного правительства. Тут следует отметить, что люди приходят в ЦОН, чтобы где-то проконсультироваться, где-то хотят, чтобы оператор ввел правильные данные. Точнее, может у него проблемы с доступом к интернету, может нет видеокамеры. Для этого в ЦОН мы определяем зонирование, чтобы люди могли на зону погружения прийти и получить данные услуги. То есть, в принципе, есть еще какая-то опция с обучением, да, я так понимаю? Да, здесь, если возникают вопросы, то наши специалисты обучают, консультируют, тем самым идет как бы отцифровка, да, там людей переводим, обучаем людей, чтобы они могли сами же получать эти услуги. В последний год очень часто в госкорпорации говорят об инфраструктурном развитии. Это касается и ЦОН, и касается и спец-ЦОНов. Расскажите, пожалуйста, какие вы проекты уже реальные, да, проекты вы уже внедрили и реализовали? На сегодняшний день по уровню цифровизации Казахстан занимает 28 место из 193 стран по рейтингу ООН. Следует отметить, что Казахстан в странах СНГ лидирующее место занимает. Также более 90% государственных услуг переведены в электронный формат, и с этим Казахстан входит в 30-ку, наверное, самых оцифрованных государств мира. На сегодняшний день госкорпорация обладает 326 фронт-офисами СОНами. В прошлом году 14 цифровых ЦОНов были реализованы, запущены. Это как электронная цифровая подпись, получение паспорта и удостоверения личности, выдача водительских удостоверений, регистрация по месту жительства и, конечно, регистрация транспорта. Такие услуги, они топовые. Одним из важных, конечно, развитие цифровизации, мы, конечно, делаем упор на цифровой офис населения, где есть полное зонирование для удобства услугополучателей. Если проходить к проектам, то по линии ЦОН хотелось бы отметить такие проекты, как терминал документирования, постаматы и видео ЦОН. Это отдельный модуль. У нас есть мобильное приложение. В мобильном приложении есть отдельный модуль видео ЦОН, где человек может, нажав на клик видеозвонка, получить государственную услугу. Таких услуг он может получить в режиме онлайна, 79 услуг с подвидами, может в режиме онлайна получить. И также может получить консультацию от операторов. Получается, вся идентификация, она вся идет через видео, да? Да, идет идентификация личности. Если хочет получить услуги, при получении услуги, есть УТП подписание, подтверждает, что я действительно эту услугу получил. Тем самым облегчаем людям возможность, чтобы они не приходили в ЦОН, а получили услугу онлайн. А, допустим, если говорить про терминалы документирования, это прям полноценная выдача документов, или это прием заявки на выпуск или выпуск документов? Ну, терминал документирования, это пилотный проект, он запущен недавно, в марте 2000, текущего года, марте текущего года, сегодня услугополучатели могут прийти в ЦОН, подать заявку на изготовление удостоверения личности. Точнее, это не на выпуск, а на подать заявку именно на изготовление. Процесс он обычный, точнее, человек подходит к терминалу документирования, вводит свой ИИН, вводит номер телефона, который записан, заведен в базе мобильных граждан. То есть, вообще человеческое участие здесь не требуется? Человеческое участие не требуется, да. Здесь удобство, наверное, людям, кто хочет получить, то, наверное, без очереди могут получить быстрые услуги. Постаматы у нас, данный проект мы рассматривали с возможностью, чтобы люди могли в режиме 24 на 7 получить свои готовые документы. Данную услугу можно получить после подачи заявления на получение услуги, приходит смс-уведомление. О том, что заберите свои документы. Да, заберите свои документы. Ссылка для того, чтобы можно было сканировать QR на постамате, на экране постамата. Тем самым открывается нужная ячейка, и человек может забрать документы в режиме 24 на 7. Расскажите о цифровых продуктах, которые вы еще готовите к внедрению, чем вы еще порадуете население? Это такие проекты, как то, что мы сейчас проговорили, терминал документирования, постаматы и видео. Это ЦОН. Имеются, конечно, новые проекты. Это проект касательно модели прочайзинга. Перевод услуг в электронный формат, в безбумажный. ЦОН без бумаг проект. ЦОН без бумаг. И автоматизация внутренних своих же бизнес-процессов внутри госкорпорации. А вот если про ЦОН без бумаг, говорите, какие именно услуги вы хотите перевести? Я понимаю, документы там не переведешь, но что еще осталось? Это такие услуги, которые можно убрать вообще подачу заявления в бумажном виде и получение результатов в электронном. Насколько необходима такая большая физическая сеть ЦОН, отделений по Казахстану? Насколько я знаю, вы планируете такую и проводите оптимизацию отделений, в том числе за счет того, что партнерится с такими большими инфраструктурными игроками, как Каспочта. И в целом, наверное, оптимизирует. Есть ли будущее вообще у ЦОНов физические имелиги? Наша цель не расширять ЦОНы по Казахстану, а создавать цифровые офисы населения. Оно, данный предпосыл, он направлен на то, чтобы услугополучатели могли спокойно прийти в ЦОН, цифровые такие офисы, получить сами услугу и уйти. Это посредством терминала документирования, посредством видеозвонков, посредством постаматов, таких проектов. Именно цифровых решений, чтобы людям было удобно получить услугу. Ну, оптимизировать в любом случае вы будете, да, отделение своих? Ну, альтернатива для получения стандартных услуг, она, я считаю, должна быть, потому что люди в ЦОН приходят не просто получить услугу, они приходят, да, поговорить. Может, это человек предпенсионного возраста, ему обязательно надо излить душу, это обязательно. Говоря о больших таких инфраструктурных игроков, как Казпочта, следует отметить, что на сегодняшний момент мы технически уже проводим с ними пилотные проекты в трех регионах, где сотрудники Казпочты сами оказывают госуслуги, где, конечно же, соблюдается мера информационной безопасности и конфиденциальность личных данных клиентов. Канат, большое спасибо за то, что вы поделились с нами такой интересной информацией. Давайте, раз мы уже здесь находимся, можно будет пройти, наверное, посмотреть, как в реальности работает сам терминал документирования и получение документов через пистаматы. Пожалуйста, пойдемте. Сейчас мы попробуем здесь что-то перевозить. Получили услуги. Так, здесь мне нужен телефон с базой мобильной гражданой. Номер телефонов, где вы уже зарегистрированы в базе мобильных граждан. К вам придет смс-код. Вводите ИИН. Сейчас будет биометрия, да? Да. Надо будет чуть-чуть отойти, вот где зона. Пин-код. Далее. Роспись. Вот так вот просто, в принципе, можно забрать свой документ в любое время. И эта услуга сейчас уже доступна для всех, кто может пользоваться цифровыми офисами населения. Канад, прокомментируйте, пожалуйста, что сейчас было вот с... Да, здесь услугополучателю приходит результат на смс-код номер телефона. С ссылкой клиент приходит, услугополучатель приходит к постамату. По ссылке переходит для сканирования QR-кода. И автоматом открывается ячейка, где лежит данный документ. После этого он может взять документ и пойти спокойно. Ну, я так понимаю, что вот эта часть, она, в принципе, открыта 24 на 7, да, насколько мы видим? Здесь уже предусмотрено, мы предусмотрели в рамках новых цифровых, цифрового офиса, закрытие, чтобы можно было только получать доступ именно к постамату. То есть, в принципе, можно в любое время, даже на выходных, приходить и забирать свои документы? Да, да. О дальнейших изменениях в сфере обслуживания населения покажет «Время», «Время Финтех». С вами была Семна Нургалиева. До новых встреч!